всем привет меня зовут белялина анна владимировна я клинический психолог и сейчас записываю видео о своем диагнозе мой диагноз острый мелобластный лейкоз и 27 мая я перенесла присадку костного мозга собственно это видео есть на моем канале после него я ничего не записывала сегодня 48 вроде бы день после пересадки выписали меня на 34 и это видео о том как пришла моя пересадка о том как прошло время после пересадки даже таких садомазохистов почему потому что я сама заранее скала о том какие последствия бывают что мне ждет и как показывает практика все очень сильно индивидуально очень поэтому да не надо полагаться на мой опыт дальше что я прошла то что я сейчас расскажу вот собственно я себе здесь накидала я ждала когда у меня утихнут эмоции чтобы об этом уже спокойно рассказать потому что конечно когда-то в моменте этой жести находишься эмоции лечат через край вот поэтому я себе так и здесь под накидал что было что зачем шло на сначала мне сделали химию 6 дней на 7 я отдыхала перед пересадкой для была подключена только к эльфу за мату за кепарином потом собственно сама пересадку костного мозга 27 мая и сама пересадка да вы можете посмотреть видео длилась там минут 20 наверное максимум все было замечательно хорошие трения есть аппетит но в принципе перед сама пересадка не страшно вот самая жесть началась на третий четвертый день после пересадки как оказалось делают еще одну химию и это химия была настолько токсичная просто вот сколько я прошла уже высокодоза думаю ну жесть просто жесть да у при раке крови самую тяжелую химию тут свой лишь два дня казалось бы на меня это химия подействула очень жестко в момент когда прокапывалась там через где-то через какое-то время может там час-два начала жечь во рту просто жечь на столько вот не то что кипяток как будто у тебя все там разъедает кислоту тебя залили язык нёб зубы просто болели все до слез ужасно ладно первый такой день был третий-четвертый все я уже с третьего дня перестала есть меня появилась тошнота вот а хотя мне уже добавили таблетки которые надо обязательно пить но тем не менее иммуносупрессию циклоспорин который подавляет иммунитет а иммуносупресс это препараты которые подавляют иммунитет чтобы снизить риск ртпх ртпх это реакция трансплантата против хозяина когда клетки донора атакуют мои клетки мои собственные органы печень кожу слизистые жкаты и так далее ну не дай бог такой реакции вот так как еще до ртпх было далеко я офигевала от последствий химии на перестала есть вообще просто тошнила от и на этот на иммуносупрессию мне началась жуткая аллергия сначала кстати вспомнил ее прокапывают в капельнице да потом уже кольцу пребывания в стационаре переводят на таблетки и в общем началась на нее жуткая чесотка я вся покрылась сыпью чесалась как сильно просто утром и ночью у меня были такие знаете особенно в паху кровоподтеки жесткие так вот себя расчесывала постоянно говорю не могу давали мне как у нас прости но всякие противоаллергенные до препараты и они мне просто врубали на сутки но через сон через все я снова чесалась думаю это не закончится никогда и врачи почему-то решили что у меня может быть какая-то какой-то вирус в коже давайте возьмем биопсию я почему-то к этому но пускай беру господи биопсию сейчас просто там скребок возьмут какой-нибудь с кожи и ладно и приходит значит хирург такое со скальплим со всеми инструментами только смотрю тут это делать будете вы сказали биопсию взять где будете брать как ну надо скуток кожи два сантиметра и смысле два сантиметра и в общем началась прям истерика я очень плакал мне было очень жалко отдавать свою кожу тем более что я знала до моего подсознания знала что это не вирус а это все-таки реакция на цикл спорен врачи захотели проверить отрезали у меня кусок кожи сметан жрамчик остался окей с кожей все понятно потом началась температура периодически как утром она 37 вечером поднималась 38 сбивать ее в гнц почему-то нельзя ну не почему-то потому что боятся не увидите инфекцию или вирус что там из-за чего это паха в общем и назначили антибиотики меня тошнило снила и рвало как вообще никогда в жизни и рвало и тошнило и рвало и даже на воду не могла пить постоянно меня рвало и выяснилось через несколько дней что это у меня начался токсический панкреатит было решено сделать гастроскопию и вставить назальный зонт который идет в желудок то есть подключить меня к энтеральному питанию потому что питаться самостоятельно я не могла пища меня вызывала просто рвотный рефлекс особенно таблетки которые пить это вообще просто невозможно вы представляете вот у меня уже упали все показатели все были все по нулям и везут меня на эту гастроскопию я никакая ходить я уже тоже не особо могла только вот еле доползала до туалета кстати мне уже там врач предложила чтобы приехал кто-то из родственников за мной ухаживал потому что физически я уже все просто такой лежачий пациент но я отказалась я не хотела чтобы кто-то из моих близких этим мучить моих близких это моя история и у меня все равно будет какой-то какая-то мотивация быстрее восстанавливаться не расписать под уходом кого-то и вы повезли меня на гастроскопию а будет ли ситуация наркоз нет ты из этого наркоза просто не выйдешь поэтому будем все делать на живую в общем держала четыре врача рвотный рефлекс на фоне эзофагита там все раздражено то панкреатит этот два раза делали гастроскопия один раз засунули что там у них не получилось и начали пихать 2 уже там смотрели держали мне эту штуку кляп держали мое тело потому что все напрягалась отрислась потом вставили через гастроскоп этот зонт ужасный для нейтрального питания и уже все когда вытащили этот гастроскоп моя врач просто так вот берет и главой облокачивается на моем плечо и у меня просто начинается истерика я хорошо говорю пиздец я говорю что еще кожу мне отрезали шланг мне тут пасовали просто какая-то вот пыточная знаете я думаю через сколько-то лет такое лечение будет называться барбарским гей-богу а вот пропустила важный момент почему-то не записала ну что не такой важный что когда болело все ходить ты не можешь там тут в общем когда болит обезболивающих обычных нету выделений есть только наркотические обезболивающие и сначала мне вену кололи наркотики и если раньше на химиях мне тоже выкололи наркотики они как-то но мне спокойно заходили в этот раз кошмар просто столько галлюцинаций я думала с ума сойти как будто кто-то по палате ходит как будто кто-то рядом на меня смотрит стоит кто-то прилетает в общем какие-то жуткие истории я так сойду с ума потом наклеили мне еще пластырь наркотический от него тоже начали сидеть галлюцинации все нахрен никаких наркотиков я лучше потерплю я лучше буду чувствовать что я живая с помощью этой боли психиатры я дать и не хочу голова для меня мой мозг важнее всего поэтому мне было легче потерпеть да ну а чувство я не буду в этом видео рассказывать как это все происходит и слава богу что мозг не запоминает физических болей то есть я сейчас вспоминаю и я помню что мне в моменте было очень плохо а вот сейчас да я могу уже с улыбка на лице и в этом рассказать в общем не наркомат я вообще не люблю когда мое сознание чем-то блокируют то есть тем же самым панкреатитом когда рвало мне постоянно меняли кололи противорвотный но мне после них становилось еще хуже я вот ощущала вот там дофаминовые рецепторы блокируются и то есть тошнота есть рвотный рефлекс они блокируют но мне становилось легче когда меня непосредственно стошнит поэтому находиться в этом состоянии я тоже не смогла и в какой-то момент я уже отказалась от всех противорвотных говорю пускай мне рвет я не хочу просто не хочу в общем вот этим интеральном питании у меня потом конечно вытащили каплю 24 на 7 вкуса я не чувствовала трубка меня это бесило кто бы мог подумать что я буду питаться вот этим аппетит тошнит потому что она натирала нос вообще меня уже все раздражало потому что ты капельницы постоянные и уже блины и в нос и в вену и куда только не засовывали шланги трубки вот что дальше было у меня кстати 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 у меня было окно в которой я поначалу смотрела был красивый вид такой на москву но через время я перестала смотреть в окно вообще после да где-то третий-четвертый день после пересадки все там был для меня какой-то нереальный другой мир за окном моя реальность здесь в палате на этой койке я вспомнила у меня около окна стояли весы и надо было же там каждый день заполнять дневник температура к вес жидкость регулировать и я перед обычным и вес 51 52 килограмма перед пересадкой я набрала 12 килограмм набрала на самом деле на фоне химиотерапии да и ускорился замедлился обмен веществ плюс очень много было дексаметазона от которого распухаешь на вот эту вот но распухлость потом еще приезжаешь домой и ешь как не в себя да или собственно это кобла крупненькая и всего за все вот это вот время я сбросила там килограмм 7 то есть даже сейчас на данный момент у моего веса еще но килограмма до 4 вот но я сейчас не стремлюсь худеть у меня что занимались реабилитологом не главное вот вернуть свою физическую активность потому что моя физическая активность она нафиг отсутствует практически на далеко уходите и могла дома то мы еще соседним вотой ту а дальше уже нет очень тяжело от химии да вот это вот нейропатия началась раньше тоже никогда такого не было горят руки безумно просто даже какая-то чуть тепленькая водичка тебе кажется кипятком сейчас начали гореть пятки и если вот прям чуть-чуть я понервничаю то я хожу как будто по иголкам вот такое вот ощущение то есть они горят и плюс еще как какие-то иголки наступаешь что так 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 что я еще забыла что я забыла проблемы с эко пластырями у меня были потому что опять же на предыдущих высокодосках у меня есть проблемы с кожей что пластырь отходили с кожей и сейчас сейчас вот этот подключичку у меня здесь стояла это потому что потому что другое другое что век специалистом не чувствует как он видит где надо обработать и все а в силу того что я сама медика прекрасно обрабатывает все дело я уже себе все восстановила потом так что такие дела каких-то чувствах мне здесь говорить в этом видео не хочется просто хочу сказать что у всех все проходит по-разному у кого-то больнее у кого-то легче как я белой завистью завидовала людям у меня около палаты стояли тренажеры в коридоре кто-то выходил и занимался на них там эллипс и велосипеды я думаю блин как классно а я даже вот с кровати встаю вот так вот вся трясусь ножки трясутся все тело трясется там дай бог до туалета дойти вот и в день выписки я очень просила врачей меня выписать я понимала что я не могу уже там находиться до 50 на 50-й день меня выписали не после ткм а я ж еще пред ткм там пару недель лежала ай меня также рвало от этих таблеток уже от таблеток просто и температура была но дома стало морально конечно же легче не могу сказать что физически физически сейчас мне становится с каждым днем все полегче полегче так как ты я вот пытаюсь адаптироваться устраивать жизнь и восстанавливаться опять же да я вот занимаюсь с врачом реабилитологом потому что самостоятельно делать там какую-то зарядку к сожалению я не могу хотя до пересадки я думала как классно буду делать приседания зарядку да фиг там хотя бы хотя бы дойти до куда-нибудь то хорошо да ну опять же вот у кого-то получается в общем дорогие мои кого ждет это процедура пересадка костного мозга не бойтесь не бойтесь она не страшно вот такими страшно но как страшно я очень токсично я даже настолько представить не могла и все приходит все конечно очень индивидуально тьфу 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 какого-то острова большого ртпх у меня не было не знаю как бы дальше не нужно мне это ртпх и я думаю все будет дай бог хорошо ну так вот так что всем всем удачи очень удобно и я думаю все будет очень удобно Продолжение следует...